Всем привет, с вами Дима OnePoint и Сончик! Йоу, всем привет, ребят! Друзья, у нас сегодня необычный эксперимент. Мы взяли два гетра у Сончика 2015 года, у меня 2017. И сделаем то, что никто не делал на русском ютубе. Мы будем их сравнивать в дрифте. Какая из них лучше дрифтит? Мы их прокачали полностью. У меня вышла мощность 1154 лошадиные силы, максимальная скорость 378 км в час, разгон до сотни за 1,76 секунды. Сончик, у тебя там... У меня чуть бодрее, у меня получается... Ну, как бодрее? У меня коней больше, 1204 лошади, максималка 379, но разгон до сотни 1,9 секунды. 1,9, то есть 1,90. 1,90. Ну, это на самом деле особо ничего такого не делает нам никакой погоды. В принципе, да. По тингу управления все просто, так как я делаю всегда. Мы просто увели ползунок в дрифт. В фулл дрифт, все. И больше ничего не делали. Да, что было, так сказать, по-чесноку. Одни и те же настройки на двух автомобилях. Да, единственное, я тебе еще попрошу жесткость пружин, стабилизаторы подвески и нитро все на двоечку тоже увести влево. Более жесткую. Потому что я так тоже всегда делаю. Ну и, естественно, у нас включена механическая трансмиссия. У тебя она включена? Естественно, уже включена. Единственное еще, такое самое главное, наверное, различие, которое все увидят. Я играю на геймпаде, а Сонечка играет на руле. Но, как он говорит, разница особо никакой. Как я играю на геймпаде, так он на руле. Поэтому все у нас довольно-таки честно. И будет битва именно машин, а не битва игроков. Битва тип шутанов. Да, давайте выйдем мы из гаража и посмотрим на тачки друг друга, как у кого оформленные. Я тут, конечно, как всегда хотел заколхозить, но что-то в самый конец уже одумался и не стал колхозить. Не, а я сегодня что-то выбрал готовый набор винильчиков. Вроде бы там DICE, реклама, все дела. Но мне что-то так понравилось. И вот эти вот красные бамперы спереди. Вполне себе. Ну, сейчас сравним с Димой. Скоро выходит Battlefield 1, и это прям такая будет реклама для DICE. Да, это реклама для DICE. Тем более, что Battlefield 1, это реально крутая тема должна быть. Ты как, ждешь Battlefield 1? Будешь играть? Еще бы! Я фанат батлы, обязательно. Вы что? Я что-то как-то последний раз сыграл в батлу 4. Тогда я прям ее был диким фанатом. Играл вообще на всем. И на компе играл, на PlayStation 3 играл. Но как-то потом забросил. Что-то меня поднадоело. Ну что же, друзья, вот мы вышли из гаража. Наши два гетера. Так издалека даже и не различить. Где-то 2017 до 2015. Совершенно никакой разницы. По крайней мере, ночью без освещения они тупо фактически... Но у нас даже антикрылья одинаковые. Обрати внимание. Да, это просто были такие самые более-менее не колхозные антикрылья. Ребят, мы делали вообще не зная, кто что делает. То есть тупо на свой вкус обе машины. Видите, они даже похожи вышли по тюнингу. Вот так вот мы с Димой... Да, видимо, у нас просто похожи вкусы. Да-да-да. Не, ну на самом деле остальные антикрылья там были, это просто такие лавочки-спойлеры для бабушек. Просто они сидели, семь кедр изгали и на шлюх там показывали. Вот, поэтому это самые вообще нормальные. Так, ну что можно сказать? Машины все-таки отличаются, но в тех винилах, которые мы нацепили, это вы особо не увидите. Можно только по передку так более-менее рассмотреть машины. То, что 2015 года тут уже обвес там другой висит. Немножко другой, да. Она не такая угловатая. То есть здесь, на 2017 мы передний бампер вообще поменять не можем. Я могу только внизу вот сплитер повесить, все. Нет, я не шоковый бампер. Такая более угловатая. Ну вообще, она в любом случае, всегда до 2017 года, она будет более угловатая, даже если у тебя обвес стоит на 2015. Вот, вот такие дела. Ну и по мощности, естественно, у Сонечка она чуть помощнее, но сейчас мы это все узнаем. Итак, машины, я думаю, мы рассмотрели, тут уже больше смотреть нечего. Более чем. У тебя, конечно, DICE это просто во всю бочину. Я думал, там поменьше будет. Реклама, я же говорю, DICE, пацаны надо брать батлу. Да, да, да. Ну что же, я пойду телепортироваться на первую нашу гонку. Друзья, будет две гонки, чтобы все было по-честному. И при этом это гонки не те, которые, кто вперед уехал, то больше очков. То есть это обычные. Так, че, че, опять кто-то куда-то приглашает, они надоели. А ну отстань. Вот приглашают. Ты там это не принимай. Договорились. А мне ничего не приходилось, все еще в фоторежиме. Ладно, выходим из фоторежима. Так, хорошо, я уже телепортируюсь на гонку нашу первую. Как я уже буду повторяться, это обычная гонка. Все было по-честному. Кто набрал больше очков, кто-то выигрывал. Ну посмотрим, машинки порадуют, не порадуют сейчас. О! Приглашаю команду, давай. Так, точно. Это одна из самых легких, одна из самых с плавными поворотами гонка, и вообще она очень удобная и очень хороша именно для теста дрифта автомобиля. Я ее всегда использую, и мы тогда на ней катались. Ты ее вспомнишь. Поэтому... Задь, одевай гайки. О, да. Круто, круто. Это один из тех факторов, чтобы было все честно. Чтобы ты знал трассу, я знал трассу. Да, да. Ну, политик... Есть только проблема. Немножко немой стиль езды в виде ручника легкого, в мягкого смысле. А, мягкого ручника. Да, да, да. Мы тогда на тормозах будем пытаться. Че-то дрифтить! Ты давай это, не подводи меня. Я верю, верю то, что выиграет 2015-го. Геттер. Без ручника, не знаю. Она совершенно не под меня настроена. Ползу на фул дрифт. Это была большая ошибка. У меня тут боты немножко поспевали, но... Но я, тем не менее, первый еду. Ну, давай, догоняй. Я тут даже стараюсь не полную силу гнать. Просто на лайте. На расслабоне. Я без ручника не могу дрифтить. Понял? Я уже так привык. Запускай ее. А что у тебя с ручником-то? Его нету. В фул дрифте он максимально слабый. Его просто нету. Да, слушай. Я думаю, вот в этом случае геймпад, наверное, выигрывает. В этом случае, наверное, да. Совершенно нет. Я вообще спокойно на лайте еду. Не сосредоточен. Нет, я конкретно парюсь. Слушай, Жень, мне тебя жалко. В данный момент. Я просто такой на расслабоне сижу. У меня машина бочком едет. Давай, скотина. Она совсем не хочет. Я в боку муки. Будем пробовать раскачкой тогда какой-то. Давай, давай, давай. Ну. Да, бля, давай. Схуй, да. Шеда пытайся. Ну, твой Геттер пока что бодрик-то так зергивает. Хотя это очевидно. Просто. Тул дрифт это не для меня. Ну, тут уже, знаешь, получается, как-то все-таки нечестно. Я все время, как что были честные сравнения. Но это нечестно. Но все-таки из-за руля у нас получается немного так косонько. Нет, можно сделать честно, если я нормальный ручник включу. Нормальный ручник? Да. Я уже тут скорость просто сбрасываю, ибо нельзя. Воу, 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 тут ребята разъездили. Да, ребята так чётненько разъездили, что ты подъедешь еще. Просто красавчики. Давай, 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 ну же! Ну, у меня происходит все крайне спокойно, и мы удивление. Мне очень нравится, как ездит Геттер по 2017 года. Нет, сейчас все-таки я пойду в гараж, верну себе ручник, и мы с тобой сделаем еще попытку. Потому что мне нравится эта машина, но мне не нравится, потому что я совершенно не могу его пустить в занос. Совершенно. И еду не по той траектории. Я еду вообще не по траектории, если больше всего. Так что то, что у меня там 100 тысяч, это еще очень хорошо. Ну, в любом случае, ты молодец. На руле играть, мы в ПС это по-геройски всегда. Да, и я, по-моему, единственный ютубер, кто на мне играет в ПС. Не считая слэп трейн, он там пару раз ещё пасовался. Ну, я тоже пару раз играл на руле, но у меня несколько не хватило. Так, я все-таки лезу в гараж и все-таки сделаю тебе ручник, потому что... Да, друзья, будем ждать Сончика, когда он себе там сделает все нормально, чтобы руль давал свое и машина могла хоть как-то ехать блоком. Ну, а я пока что быстренько такие, как сказать, итоги... Не итоги, грубо говоря. Пока что мои впечатления о машине. Друзья, дрифтит она прям очень неплохо. Я повторюсь, у меня Gator 2017 года. Мне эта машина не очень понравилась, когда я её в первый раз на ней покатался, когда она только-только появилась в МФС. Но, блин, сейчас она очень неплохо себя ведёт, и я не знаю, почему. До этого вроде она не так особо дрифтила у меня, когда я в предыдущий раз устраивал тест-драйв. Что я сделал сегодня с ней такое, что она прям вот бесконечно едет блоком. Это... я не знаю даже. Очень хорошо управляется, очень хорошо чувствуется. Прям, я даже не знаю, мне она нравится. Наверное, я даже не буду продавать, а оставлю себе. Ничего себе, что прям всё так хорошо? Да, да, прям вот так хорошо. Она реально... Оооо, вот это я понимаю, пошла жара. Давай, теперь я готов. Всё, ты готов? Теперь я готов. Можем ещё две гоночки сделать, потому что прошлая гонка была совершенно не под меня. Так, ну давай, опять же эту гонку, и у нас теперь заезд. Точно это всё нормально? Да. Всё, три птицови. Всё заносится. Теперь всё, всё как надо, всё как доктор прописал. Да, дёрг и полетели. Блин, а ты предлагаю пиццу и гонки? Люди прям успокоятся. Подожди, это не ты пригласил? Ооо, ооо, ооо. Так. Давай теперь ты меня пригласишь, потому что я упитлялся. Теперь у меня гонка началась, сейчас я буду изгонку. Так, ты там в свободной игре попросил? Да, да. О, новый уровень. Давай. Давай, да. Нормально всё. Огонь. Затормозил. Вот теперь затягиваем гайки. Да, вот теперь у нас будет более-менее честный заезд, надеюсь. Надеюсь. Надеюсь, всё будет хорошо. Гоу потом в тогу. Я, я тебя даже пропущу вперёд и пособираю стенку как-то. Нарисовался он тут. Я поехался вместе с этим пикапчиком. Тоже в него врезался. Я крайне вообще лайтово еду, если чё. Ай-яй-яй. Да, мобильный. У меня тут даже старые геттеры обгоняют. Ой-ёй-ёй! Я сбил очки себе! Нет, ну геттер очень хорошо управляется. Прям прекрасно управляется. Ты знаешь, меня машина тоже очень радует. Потому что тут есть некоторые машины типа Рыксы, с которыми нужно так попариться пару часиков пока разр Spotlight. А геттер прям... Прям реально радует. Ты даже вперёд немножко уходишь, а? Машина, значит, реально неплохая. Реально машина неплохая. Что-то трафик, вон, среди дороги садовит. Провожали немножечко, воу-воу! Мы не должны проиграть! Давай, родимый! Давай, старичок, покажи, что ты не такой уж и старичок. Из-за моих аварий ты прям вообще вперёд уехал. Прям хорош! Слушай, воу-воу-воу! Еле разъехался! А меня тут боты нервируют просто. Кошмарят? Чтоб они сгорели водой. Я вообще не люблю дрифт ехать, когда тут боты рядом. Они всё время неадекватные. Ай, спалил очков, кипец. Так, и начинаю догонять. Потихоньку, полегоньку. Сюрприз! Такси это самые лучшие машины в игре. Они всегда как-то едут по встречке. Всегда прям в тебя. Даже не пытаются становиться или объехать. Это ж таксисты, блин. Борзые упоротые, блин. Упыри. А не водители. Они считают так, я еду по своей полосе, я прав. Я таксист! Мне всё можно! Я не приторможу и я не объеду. Найн! Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Да, я тебя всё-таки обогнал. Я втаранился в конце так не в тему. За счёт того, что мы туда-сюда врезались, машина ехала очень хорошо. У меня лично прям в связках некоторых она из дрифта просто не уходила. То есть я ехал просто на перекладках вообще. Это очень круто. Не все машины так могут тянуть. У тебя как? Реально, 15-го года тоже Гэдер, он просто красавец. Офигенен. Прям просто идеальный практически автомобиль и очень комфортный. Точно так же, как вот 34-й, я говорю, что это комфортный и красивый во всех смыслах автомобиль. Что внешне, что по своему поведению на дороге, так и этот. Очень сбалансированная атака. Так, у нас эта тога была, да? Да, нет, это не тога была. Что это было у нас? Это была дрифтриал, да? Дрифтриал это был. Так, значит сейчас выберем что-то тоже, чтобы был дрифтриал. Ну вот тут вот есть дрифту как панта, я вот не помню эту гонку. Она по-моему такая, довольно-таки сложная. Ну посмотрим. Она одна из первых, но вроде такая немножко геновая была. Вот, ребята, это у нас будет уже вторая гонка. И по этим уже результатам второй гонки мы определим какой автомобиль лучше всего дрифтить. Но, опять же, это все немножко у нас не особо честное сравнение получается. Играли бы мы хотя бы там оба на руле или оба на гульбате. Но всегда-всегда упирается все тоже еще. Ваш скил, ваше умение ездить. Если вы не умеете, то и хорошая машина вам особо поможет. Давай, принимай там. Дрифтриал, дрифтуй как панта. Дрифтуем, дрифтуем. Как панта. Вот туда все-таки, по-моему, вот эта трасса немножко геморная будет. Вот здесь будет еще интересненько так. Ну где ты там? Файл! Все нормально! Наконец-то. Сработайте больше 15 тысяч очков. Ну это вообще брызгай тысячи. Это вообще смешно. По-моему, это можно с одного поворота еще сделать. О, да! Это та! Ай-яй-яй-яй-яй! Не, ну ты выбрал, конечно! Ну а чего ты хотел? Тут уже будет зависеть от того на... Ай-яй-яй! Быстрее! Шнеля! Едь вперед! Едь вперед! Не надо тут... Я задевал, тут так больно ездить. А, слушай, а это ж... Крифтриалы. Тут не показывается побольше очков. А мы с тобой сообщим потом. У кого сколько... Ну потом просто скажем, кто сколько набрал. Ё-ё-к! Лэ-бэ-нэ! Как это страшно! Ну такой узкой дороженький-то! И на таких мощных автомобилях. Это вообще жусь! У нас больше косаря сил на каждом. И мы тут на этой дорожке ездим. А я напоминаю то, что это одна из первых гонок. То есть рассчитано про машины, которые вообще не валят никуда. А я не знаю. Самое забавное, даже в спидлистах по дрифту, вот этой трассы нет. То есть она встречается, но очень крайне редко. Потому что мне кажется, даже сами разработчики понимают, что они тут переборщи. Это жесть! С такой физикой поведения автомобилей, это крайне сложно. Это просто жесть! Вот! Вот! У меня какая-то широкая дорога началась. Я могу тут с перекладочками повезти. Ну, в общем-то, 75 тысяч. 75 тысяч? Да! Ой, слушай. Практически одинаково мы на дрифте. У меня 80 тысяч. Не, ну там жестко. На самом деле там такая узкая дорога. Её нужно доизусть знать. Потому что машина чрезмерно мощная, чрезмерно быстрая. Она просто у меня вот не пролазила там. Да-да-да, они немножко жирноваты. Вот именно на этой трассе, друзья, сразу вам говорю, удобно ездить на Mazda MX-5. Вот очень. Она маленькая как раз, да? Только не на той, которая старая, а кто 2013 года. Потому что она очень даже не плохо дрифтит, и вот на ней на этой трассе прямо 600. Если этот раз попадается в мультиплеере, а вы на Mazda MX-5, то вы просто выигрываете на язычном ключе. Так, ну что же, давай будем подводить итоги машин наших. Тачки почти равные на самом деле. Тачки, да, практически равные в дрифте. Мне кажется, всё зависит от вашего скилла и на то, на чём вы играете. Да-да, это правда. Если кто-то будет проиграть на акулатуре, в данном случае мы сейчас играли на ПК, а вы, например, на геймпаде, то, скорее всего, вы играете вообще легко, даже не заморачиваясь. Опять же, если на руле, то это всё будет зависит от вашего скилла, как мне кажется. Потому что на геймпаде даже если особо играть не умеешь, то всё равно, если там парни на акулатуре, ты их делаешь. Вот. Давай теперь расскажем про наши ощущения от машин. Мне лично с 2017 года вот именно в дрифте понравилось. Она прям какая-то очень сладкая. Правильная, она просто вот правильная. Она делает то, что тебе нужно и так, как тебе это нужно. Очень стабильный, правильный автомобиль. Ну это у тебя 2015 года всё-таки годом и 2017, может всё-таки какая-то разница есть, но там никакие странности у тебя не показывают. Абсолютно никакие. Прям всё вот просто и идеално. Резко никуда не сворачивал. Нет, нет. На выходе из поворота мощность не терял, но всё как надо. Она даже на пятой срывается, я тебе хочу сказать. Слушай, ну если так, машина всё-таки реально одинаковая. Поэтому, друзья, выбирайте всё по своему вкусу. И я думаю, мы оба с тобой сегодня доказали то, что можно вполне себе неплохо наваливать боком на этих геттерах. И почему не берут спидлисты, это даже довольно-таки странно. Ну это, конечно, не странно, потому что тот же Уракан всё равно будет делать его в бачках. Да, это, к сожалению, машина, которую очень сложно сделать. Чит-мобильный. Опять же, если вы делаете Уракан, то помните о том, что либо он прокачен не на всю, либо человек, который им управляет. Ну вот такие дела. Ну у нас на этом всё. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. А также подписаться на канал Сончика, ссылка будет в описании. Там же вы сможете посмотреть его версию этого ролика, посмотреть как он проезжал. Ну а у меня на этом всё. Аналогично. Гима Ванпоинт и Сончик. Аналогично, ребятушки, ссылочка на канал Гима Ванпоинта в описании. Можете зайти к нему посмотреть альтернативную версию прохождения. Будем с вами прощаться. Спасибо вам за внимание. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok